Можно измерить цифрами, но у нее очень много как-то составляющих, причем они не статичны, они динамичны, но внутри них есть статичные механизмы. И вот этот самый механизм, один из основополагающих камней, это право быть счастливым, довольным собой вне зависимости от достижений или провалов по умолчанию. Право чувствовать себя ценным, настоящим, достойным, это даже странно звучит, потому что когда мы говорим об этом праве, мы его не подразумеваем. Как говорил Франкл, по-моему, у здорового человека чувство здорового человека вообще боли не должно быть, то есть вопрос самооценки не поднимается сам по себе. В этом смысле, как глаз. Вот пока он не беспокоит, пока с ним все в порядке, он тебя не беспокоит, ты его не чувствуешь, не знаешь, что с ним, ты не знаешь, где он находится, пока он не начинает беспокоить. Когда начинает беспокоить что-то, человек может обнаружить, что это проблема самооценки, что нужно любить себя, принимать себя. Но по факту это тоже какая-то абстракция. Любить себя, принимать себя, это нечто вообще неопределенное на самом деле. Психотерапевтически по правде мы говорим о том, мы не можем говорить о том, что нужно любить себя и принимать себя. Потому что это должно быть нормальным по умолчанию. Это не процесс любить себя, это перестать не любить себя и не принимать себя. Это не одно и то же, отсутствие любви и принятия и наличие любви и принятия. Почему я это выделяю? Потому что это не одно и то же. Люди делают глупости, когда они обнаруживают, что они чувствуют себя не очень хорошими, неполноценными. Они начинают покупать себе подарки, они делают процесс. Процесс создания чего-то, процесс действий. Как бы можно было скомпенсировать нелюбовь? И нелюбовь к себе не компенсируется никак. Просто важно переработать переживания, связанные с нелюбовью, с отказом любить, с отказом принимать, с недовольством. И здесь мы говорим о том компоненте, который можно назвать право на счастье. Не за что-то. На безусловное счастье, на безусловный успех. Потому что зачастую мы обнаруживаем, что вроде живем себе нормально-нормально, но наше поведение где-то в глубине, чуть ли не с самого рождения или с первых трех лет, пронизано вот этим самым дефицитом. Не отсутствием любви, нет. Отсутствие любви ранит ребенка. Взрослому отсутствие любви должно быть по барабану вообще в принципе. Ну я утрирую, конечно, на самом деле не совсем так, но путаница возникает в том, что люди считают, вот я найду любовь и излечу все раны. Нет. Нуждаться в любви перестать. Вот в чем фокус. То есть она вроде и нужна, но нуждаться в нее уже это уже показатель невроза. И бороться за эту любовь, и заслуживать счастье. Это уже невротичные переживания, которые не дают результата. То есть гиперкомпенсированные люди, которые достигают офигительных результатов из дефицита любви принятия. Бывают и такие, и да, достигают большего, они не получают от этого радости в полном смысле этого слова. Удовольствие, удовлетворение. Что это только подтверждаешь, что я даже что-то получил, а этого не хватает, этого мало, чувствую, то я себя все равно плохо. И когда мы в попытках исцелить вот эту вот боль пытаемся найти что-то, сделать что-то, сформировать что-то, это не принесет результатов. Это не психотерапия. Когда мы делаем что-то для того, чтобы быть более довольными жизнью, счастливыми, да, это помогает именно в контексте того, что мы уже не бездействуем. Это дает охренительное облегчение. Если мы привыкаем не пассивно ныть, а что-то делать, мы меняем свой характер и делаем еще один шаг к счастью. Но мы не исцеляем рану, вот эту вот самую рану. Я не достоин быть счастливым просто так, по умолчанию. Мне нужно что-то добывать, добиваться, доказывать, показывать. И если я не чувствую, что я на этом пути, что я что-то доказал, достиг, развлек, я чувствую себя изнутри уже каким-то неполноценным, ущербным. Вот это вот проблема, потому что эта ущербность не уходит с достижениями. Ощущение ущербности, как правило, все-таки не уходит. И вот это самое право по умолчанию чувствовать себя ценным, достойным, нужным, желанным. Это искаженная фраза по сути, но она передает тем, у кого эта ущербность, ее суть. Но искать ее бессмысленно, добиваться ее бессмысленно. Нужно именно прорабатывать дискомфорт, перестать придавать ему значение. Выжать вот эту всю самую мощную значимость из того, что ах, я несчастный, ах, я нежеланный, ах, меня никто не любит. Вообще, почему должны? С кого хрена я должен в этом нуждаться? Почему это должно подкреплять мою несчастность? В этом вот, в этом вот эта сложность. Как это, в логичных вещах мы не, в логичных предположениях мы ошибаемся. То есть, если я в несчастье чувствую себя нелюбимым, нежеланным, значит, мне нужно сделать что-то, чтобы доказать, что я желанный. Найти того, кто меня желает. И это путаница, это не так. Это не поможет. Вот, сейчас делаю тут такой сложный поворот. Ой, вернее, никого нет. Вот. И все мне вот не выходит из головы. Вот это сейчас по интернету пустили очередной там трендовый пост. Типа тест со скамеечкой. Многие видели, наверное, да? Там нарисована скамейкой падающий мальчик. И деток, и там написано, мол, этот старый добрый тест. Вот. И деток спрашивают, кто виноват, скамейка или мальчик. То есть, она там графически изображена, что видно, что мальчик падает. Дети себя, конечно же, ассоциируют с этим ребенком. И говорят, мол, для одних деток это виновата скамейка, для других мальчик. Когда дети взрослеют, у них начинает быть виноватым мальчик и перестает быть виноватой скамейка. И тут, ну, как бы, и суть послания поста, значит, мораль всего поста в том, что вот куча людей, мол, которые всю жизнь винят скамейку, а также все обстоятельства вокруг. Вот. Это, конечно, хорошо продается, потому что, ну, дает читающему преимущество. Каждый себя ассоциирует не с этим человеком. Ну, бля, ну, это та же самая херня вообще, искать виноватого на самом деле. То есть, мы, как в другом мотиваторе модном, да, мы готовим детей к миру, к позавчерашнему миру вообще. Уже давно вообще ненормально искать виноватого. Это, в принципе, то есть, это вот этот способ поиска облегчения. Найди себе виноватого. Ну, вот, хоть себя даже, ничем не лучше, ни скамейка, ни ты, ничем не лучше. Мало того, исследования выученной беспомощности подтвердили, что люди, которые приписывают свои неудачи обстоятельствам, о успехе себе, они преуспевают лучше. Вот так. Искать себя виноватым формируют неудачников. Вот, ну, в смысле, не в смысле этих самых неудачников, типа, тем, кому не везет. Хотя, по сути, да, это формируется в судьбу. А неудачников тем, кто не выигрывает. Вот в этом смысле, вот, русский язык не передает значение losers, да, loser. Это не тот, кто, не тот, кому не везет. Не тот, кто unlucky на английском. Нет, это тот, кто проигрывает. Это разные вещи. Лингвистика, во-первых, очень сильно определяет культуру, очень сильно определяет менталитет. И влияет на наш стиль жизни, на наш характер в соответствии. И да, была вот эта немножко пошловатая мода, там, уделять внимание словам. Но она, как всегда, знаешь, заставит дурака Богу молиться. Как только все это пошло в народ, оно стало дурным просто, да. Никогда не говори проблема, всегда говори ситуация. Задолбали уже этой хернёй вообще. Какие там ещё... Про частичку не, там, типа, частички не, не существует. И перелопачивать язык хорошая. Польза от этого в том, что люди начинают следить за тем, что говорят. А значит, немножко следить за тем, что думают. Это хорошо. А когда вот из банальности раскручивают чуть ли не религию в надежде, что если они поменяют язык, то поменяется жизнь. То это, конечно, превращает это в догматичный формат, как это, примитивной религии. Это не о том. Вот какой-то элемент осознанности это добавляет на какое-то время. Потом ты делаешь всё это на автомате, толку от этого никакого нет. Так, кто виноват, мальчик или скамейка? Как воспитывать детей вообще изначально из позиции, что не искать виноватого, ну, типа, накажешь, и всё хорошо. А прекрасно, как это, а привыкать, привыкать вообще ставить концепцию, что если случаются неприятности, не обязательно кто-то виноват, но имеет смысл учиться, привыкать, находить решение. И нет однозначного ответа на все случаи жизни, клише. Типа, ребёнок спотыкнулся, ему больно, и родитель начинает его поучать. Нет, родителю уместно сказать, я тебе особо переживаю. Да, тебе больно, да, ты расстроен, да, ты рассержен. Он помогает идентифицировать свои эмоции. Если ребёнок продолжает быть рассержен, тогда ему объясняю, смотри, не сейчас, сейчас, не сейчас, позже ты научишься понимать, что это вот, когда ты спотыкаешься, ты учишься внимательности. Понятное дело, что если ты со возрастом учишься, замечаешь, что вокруг, ты меньше спотыкаешься. Но когда родители или взрослые друг к другу в том или ином формате начинают говорить, ты вспотыкнулся, потому что ты невнимательный, вот. И мы понимаем, что на самом деле он ничего не воспитывает его, он как бы отыгрывает какую-то глупую игру вообще, сделает кого-то виноватым. Когда поднимается вопрос, кто виноват, мы говорим о том, что, ой, мне неприятно чувствовать твою растерянность, расстройство, расстроенность, твою рассерженность. И я сделаю тебя виноватым, чтобы мне не было неприятно на самом деле. И вот всплывает драма, вот эта самая, в принципе, менталитета, психологическая драма менталитета. Мы ищем виноватых, чтобы перестать себя чувствовать виноватыми, но в то же самое время мы передаем этот невроз из поколения в поколение. Понемножку мы уменьшаем напряжение невроза. Вместо того, чтобы приучать, ну, блин, ну, бывают неприятности. Да, в этом возрасте пока ты не готов осознавать все вокруг и нормально вспотыкаться. И неплохо бы учиться озираться вокруг. Но для ребенка зачастую это все равно, ну, как бы, все равно не своевременно. Как правило, говорить этот трехлетнему, четырехлетнему, пятилетнему ребенку бестолково, это глупо просто. У него голова в одном темпе, тело в другом темпе. И правдивее звучит то, что, смотри, ты гасаешь вокруг, ты это самое. Иногда ты падаешь, это больно. Ты расстраиваешься, ты злишься. Единственное, что умно сделать, это помочь научить ребенка чувствовать свои эмоции, выражать их, выплескивать, называть их. Это будет уместно. И предлагать, что потихоньку ты учишься смотреть там в конкретных таких ситуациях, смотреть под ноги вообще. Ну, если это скамейка. Оглядываться вокруг, на простом языке, доступном ребенку. А не вываливать там какую-нибудь мораль, которую ребенок пока не готов услышать, усвоить. Просто из своего, как это, инфантильного дискомфорта. Ну, инфантильный дискомфорт. Я не могу выдержать твоей нездержанности, твоего раздражения. Я сделаю тебе виноватым. Мне не нравится, когда ты плачешь. Я из этого сделаю поучительную историю. И буду себя чувствовать молодцом родителям. Ну, это тоже лицемерие. Возвращаясь к теме, так почему же о самооценке. Потому что эти два компонента связаны, хотя они коренятся в разных возрастах. Право чувствовать себя цельным, достойным, настоящим, по умолчанию и вообще не доказывая. Вообще, помимо этих слов. Оно закладывается с самого рождения. Вот первый месяц жизни. Ребенок должен почувствовать, что его любят, его принимают, его кормят, когда он голоден. Его гладят, ласкают. Что счастье есть, и оно не обязательно должно быть заслужено. То есть, чтобы на свои дискомфорты он получал встречу. Ну, то есть, там, младенец не понимает, что он хочет, и плохо. Но ему очень легко, относительно легко сделать хорошо. Взять на руки, погладить, сказать нежные слова. Он не поймет слов, он поймет послание. Это усваивается вначале. А вот эта дилемма, быть хорошим за что-то, она потом, как это, наслаивается, как болезнь вообще. Обязательно нужно заслуживать хорошесть, счастье, любовь, принятие. Это что-то заслуженное. И если ты чувствуешь себя дискомфортно, значит, с тобой что-то не так. И ты должен сделать, ты должен угадать ожидания родителей, условно. И тогда они смогут сделать тебе хорошо. Ребенок долгое время еще не понимает, что у него есть плохо, хорошо, а почему, и как это сделать, нет. Но складывается четкое представление, что хорошо могут сделать родители или не сделать. И все это зависит от внешнего круга. Вместо того, чтобы приучить ребенка, что дерьмо случается, иногда бывает больно. Ну, больно, не так ужасно, и с этим справиться, мы нагромождаем свои неврозы на него. А уже как понять это послание, это уже как бы ваше дело. Так что, не обязательно начинать с самого детства с этого костыля искать виноватого, скамейку или мальчика. А как-то адекватно возрасту понимать вот эти потребности ребенка и учиться быть в контакте с ним. Потому что это наш подлечивает. Так, я смотрю, есть комменты, это радует. Мадам, да, ну я понял, Свет, я понял, что это да было. Ну что же, на этот раз все. Я уже приехал, как вы заметили, наверное, говорю уже, не глядя на руль. Ну что, всем приятного настроения, добро пожаловать на мой сайт FlashLinfo. И на мои тренинги, семинары, если интересуют, пишите мне. Если интересуют, нужна ли вам психотерапия, коучинг, можете написать в личку, я отвечу, это бесплатно. Короткая переписка даст понять, в чем можно улучшить качество жизни или где там что-то можно подлечить. С вами был Андрю Флешель, как это очевидно по самому источнику этого видео. И до новых встреч. А взрослым как? Леша. А взрослым вот так вот. В принципе, это все для взрослых и было. В принципе, это для взрослых, которые как раз познают потихоньку, что они ищут виноватого, не осознавая, не осознавая ни того, что не ищут виноватого, ни того, что надеются, что, как это, нашел виноватого, это уже дает хоть какое-то облегчение. Даже если себя нашел виноватым. Ну, как-то определенность есть, понятная идея. Если нашел виноватого, наказал, все, все отработали. Имеешь, наконец-то, право как-то на свободу с чистой совестью. Можешь быть довольным и счастливым. Ну, раз отработал, наказание, значит, наказание получил, значит, все. Отказываясь себе в том, что можно быть довольным вообще собой, как это, по умолчанию, вне зависимости. Что это значит, как практически это применяется? Да просто очень. Вместо того, чтобы долго заморачиваться по поводу какого-то непонятно дискомфортного сигнала, распознать, с какой ситуацией он начался, какие эмоции и мысли вызывают, понять, что это не конец света и не центр нашей жизни, и обнаружить, что прямо сейчас происходит много чего приятного и прикольного в жизни. Прямо сейчас. И найти это хотя бы в физических ощущениях. Вот всегда есть ощущения, связанные с драмой, но кроме них еще куча других физических ощущений. Обнаружишь что-то приятное в теле. Ну, что же. Ну, буду заканчивать, в общем. Опять по-еврейски как это. Прощаются, но не уходят. Но не расстаются. Буду рад вашим лайкам, перепостам, вопросам и предложениям. Прощаются. 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 Прощаются.